здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко сегодня у нас в гостях российский боксер йохан рана поговорим о его спортивной карьере ну а боксе и тем более что он принимал участие в день города в городском округе люберцы главном поединке за чемпионский пояс я с радостью спросил у него до эфира выиграл а он сказал что случилось проиграл с улыбкой проиграл с улыбкой а это как можно проигрывать с улыбкой безусловно да а проиграли то почему по очкам судей проиграл вот я считаю что когда человек проигрывает он учится больше чем от выигрыша и но вы согласны с мнением судей да почему нет это они по-другому все видят самое главное проигрывать идти дальше с улыбкой конечно же без улыбки не надо без улыбкой ты вообще жить ну да конечно безусловно иногда все-таки в боксе одной улыбкой ты не отделаешься нужно как бы пожестче быть да нужно учиться контролировать свои эмоции включать вовремя некую агрессию который помогает выигрывать бой вот а в остальном случае мы опять релар потом опять релакс до боксеры самые дружелюбные люди на свете серьезно да они умеют контролировать эмоции они ощущают вот эту опасность и потом чувствуют вот этот некий расслаблен потом нужно будет сконцентрироваться и всю не 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 как это сказать злость которая в тебе копилась никуда не могла найти выход отправить в спортивную да безусловно да все верно ну безусловно многие наши телезрители будут интересоваться которые не видели ваш поединок будут интересоваться почему же йохан рано что-то какие-то вот рапез на российский боксер сказано непонятно какие-то не славянские корни вот вы нам расскажите вы чьих будете как в одном фильме говорил вот у меня отец сам индус а мама у меня русская так да не познакомились познакомимся не в москве родился я тоже москве то есть вы москвичен да да вот и пять месяцев когда мне исполнилось я на самолет сел и улетел туда до на родину отца далеко на родину отца да все верно и приехал я жил там всю жизнь я жил там 16 лет а потом я переехал в москву обратно ни слова русского не знал когда приехал русский учил только тут когда посту пошел в школу говорить сейчас прекрасно спасибо большое спасибо даже стараюсь стараюсь и а в индии вы говорили на английском на английском и на хинди у нас два языка официальных английский хинди и вы до сих пор говорю до сих пор говорю на английском и на хинди вот и вдобавок пошел русский конечно же у меня то есть вас тебе получается три языка то то есть вы удар знаете три закона но 16 лет вы жили выйдет и все-таки что для вас является родиной знаете меня задают этот вопрос постоянно тоже интерес да и я как-то не могут дать ответ на это вопрос что приезжать то вы родили здесь то прожить до нового что юность просто без борща я мань я не могу жить обезборщение из борща не могу жить без гречки без хорошего тогда уже все хорошо да вот но без индийских специй тоже тяжело без теплого солнца тоже тяжело а в индии вы вот начали мне рассказывать до эфира вы жили в небольшом городке до небольшой городок называется понди черри это юго-восток рядом с большим городом за чинной очень красивый город французская архитектура великолепно очень красиво от француза от французами все было сделано и все очень я бы сказал ну прям все вот мы умели меня умею еще печь очень вкусно багет если кто-то хочет багет пишите звонить из настоящее настоящий багета вкуснейший самые самые настоящие сам отличный все сделано вот по факту вот все под французами сделано но это единственная была колония во всей Индии, французская. Остальные все были. Под англичанами? Да, под англичанами. Ну, сегодня мы знаем Индия, там чуть ли не название собирается. Меняйте, да, представляете? И как будет называться? По-моему, Бахарат, по-моему, если я не ошибаюсь. И как к этому относятся индийцы, которые живут там? Может, индийцы, которые живут здесь? Да. Про меня, да? Да, да, да. Ну, я бы сказал, что поменяли-поменяли, какая разница. Родина есть родина. Хоть назовите Бахарат. Ну, для нас это очень... Да, Индия все-таки, как ни крути, далеко от нас, хотя туристы туда ездят, и как бы... И индийская культура, ну, чего же говорить, индийское кино. Да, конечно же. Я был тоже маленьким, видел, да, это одна, тем более у вас есть свой Болливуд. Да. Вот. Но я почему так долго на этом сейчас месте нахожусь в вашей биографии, потому что все-таки 16 лет формируют человека. Вы когда боксом начали заниматься? Я в 19-м году начал заниматься боксом. В 19-м году. Мне было 17 лет. То есть в Индии вы боксом не занимались? Никогда. То есть там не нужно было... Чем вы занимались в Индии? 16 лет все-таки уже какой-то такой возраст. Ну, я в тапочках бегал. Так. И за хлебом, за маслом. Да, а кем хотели быть-то? Учили же что-то? Нет, но я учился, конечно, я хотел заниматься наукой некой. Так. Вот. И мне физика очень интересна всегда была. Ага. Вот. И языки тоже я всегда хотел наукой заниматься. А так, каких-то планов спортивных у меня не было. И что случилось? И, кстати, почему вы все-таки приехали сюда? Кто потребовал вашего возвращения? Я с матерью решил вернуться на родину. Так. Вот они разошлись с отцом. Я решил, почему бы и не поехать в Москву? Посмотрим, что это такое. Так. Ну, вот. Я приехал в Москву. Я остались здесь? Я остался здесь, да. И сейчас у нас в Люберцах в данном случае. Сегодня. Сегодня, да. Да. Скажите, как вас пригласили поучаствовать вот в праздновании Люберецкого юбилея? Вот. И где-то вы боксируете? Как вы стали боксером? То есть вот этот промежуток от 17 лет до части. Ну, вот я... Как все это все началось? Я пошел в школу. Так. Вот. Я был очень худой. Я весил всего лишь 50 килограмм или 60. Я был уже 1,88 и весил 60 килограмм. Представляете, был вот такой вот худой. Вот как мой мизинец. Не больше. Я... Меня обижали в школе. Обижали? Да. Вот конкретно обижали. Потому что я не знал русского. И меня вот даже избивали. То есть на некой даже, можно сказать, национальной, да? Да, на коммунит национальную почву все это было. И как бы я ничего не понимал. Почему я все придумал, потому что я был еще слабый. Я не знал, как постоять за себя. И мама однажды говорит, ну все, хватит. Пора тебе что-то делать с собой. Вот. И как бы отдала мне спорт. Ну, мама вас отдала. Мама. Моя мама прекрасная. Мама меня как раз толкнула на все это. Так. Мама отдала мне борьбу в начале. Ага. Ну вот. И как только я пришел, то мне вообще не понравилось. Ага. Потому что на меня кто-то лег сверху. Да. Вот начал бросать. Не вошел. Да, да. И начал мне бросать вправо-влево. Я не понимал. Все потные. Легли еще сверху. И еще один. Я думаю, ну все, это не мое. Попробовал бокс. Да. Вот. В то время я еще не очень правильно у меня привычки были. Я бы сказал, я употреблял алкоголь, спиртное. Уже в таком возрасте я уже начал это все делать. То есть был вариант уйти куда-то в нехорошем. Да, да. Ну я уже в этом варианте жил. Я хорошо отдыхал. Время проводил. Думал, это великолепное время. И меня встречает тренер ночью в 12 часов ночи на автобусной остановке. Так. Так. И говорит, слушай, парни, у тебя данные хорошие. Ага. Почему ты бы, почему бы тебе не попробовать бокс? Не попробовать, да. На, приходи. А я его послал. Так. Да. Я говорю, знаешь что, иди куда подальше. Не твое чертовое дело. Да, я отдыхаю. Да, я отдыхаю. Он говорит, тебе что, не учили, что ли? Я говорю, слушай, я тебе сейчас как дам. Он говорит, тебе не учили, завтра приходи, докажешь. А я в каком-то смысле дерзкий был. Я говорю, ну ладно, завтра приду. Но я пришел на следующий день. И меня хорошенечко отмутузили конкретно. Ну и после этого я понял, что нужно, ну, нужно пробовать, нужно стараться. Мне как-то это затянуло. Ага. То есть спровоцировал этот некий условный конфликт на то, что вы решили попробовать. Да. И я как бы, на этом зациклился на боксе. Я решил позаниматься. У меня начал получаться. Весь мир поменялся мне вокруг. Более уверенности чувствовал. Люди все абсолютно по-разному начали реагировать на меня. Больше уважения, больше... Это в глазах было видно. То есть вот это вот, ну, скажем, детско-юношескую обиду, которая все-таки, наверное, вас в какой-то степени... Да. Укоренялась, да. Вы смогли ее как-то решить. И, в общем-то, сегодня можно сказать, что вы уже другой человек. Безусловно. Плюс еще и некий ЗОЖ появился, как говорят. Это сто процентов. Вот. То есть спасибо, что на той остановке был именно этот тренер. Да, был этот тренер, да. И это как раз толкнуло меня на начатие своего спортивной карьеры. Сколько вы занимаетесь уже боксом? Ну, 19-й год сколько? Четыре года получили. Четыре года. Да. За эти четыре года мы же не зря вот принесли здесь некоторые ваши награды. Они такие... Это не все, кстати говоря. Понятно, что не все. Самые маленькие, которые я мог принести. Да. Самые маленькие, чтобы не перегружать на студию. Да, 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 да. Вот. Много участвовали. И что для вас теперь... Ну, одно дело, когда, как вы говорите, защитить себя, да, ну, быть просто сильным. И знать, что если что-то, не дай бог, случится, вы сможете поставить не только за себя, но и за своих родных и близких. А другое дело, когда это уже как спорт мы рассматриваем. Вот как это спортивная ваша составляющая? Как начиналось и что вы испытываете на соревнованиях? Начиналось очень плачевно все. Плачевно? Да, плачевно. Безумно плачевно, я бы сказал. Потому что я выступал, я первые где-то 10-15 боев проиграл подряд. Ага. То есть казалось бы, что можно уже и сворачивать. Да, я думал, ну все, уже хватит, уже не стоит. Но мне подталкивал тренер, мама подталкивала. Мама, в первую очередь, мама мне всегда говорила. Сынок, сынок, если ты что-то начал... Надо закончить. Да, нужно до конца. Да, до конца надо, довести дело. И вот, ну, тогда будешь отдыхать. Я говорю, мама, а когда конец-то? Вот до конца школы вот тут занимаешься, и все. Ну, если просадить, просадить хоть. Говорю, хорошо, мам. Вот у меня начал что-то выигрывать, что-то начал проигрывать, где-то еще выигрывать, люди начали меня узнавать. Радость, какой-то счастье внутреннее какое-то испытываешь. Я бы сказал, вот вы спросили про соревнования, да, что ты испытываешь в моментах. Вот испытываешь какой-то безумный мандраж. Вот человек находит, мы находимся в некое состояние в жизни, в спокойствии, потому что мы привыкли, то, что, ну, все спокойно рядом. И вот я выхожу на какой-то пиковый какой-то мандраж, на какой-то стресс. Да, да, да. Да, и после этого опять опускаюсь на обычное состояние. Это какая-то эйфория передается. Ну, тут же тоже так работает эта история, когда ты выигрываешь все время, и ты переживаешь, что ты когда-то проиграешь. И другая есть история, когда ты все время проигрываешь, и вдруг ты выигрываешь, и начинаешь верить в себя. То есть два разных подхода. Вообще, что соревнования вам дают? Мне весело. Мне хорошо, я хорошо время провожу. Это для меня праздник. Я, честно говоря, не смотрю. Вот люди, есть боксеры, говорят, только побеждать. Вот. Ну, нет, мне без разницы. Я выиграю, что проиграю. Ну, я остаюсь Йоханом, я остаюсь Йоханом. Вот. Глаза на месте, зубы на месте, руки-ноги есть. Слава богу, все. Я пойду, может быть, отдохну немножко, вернусь опять в зале. Мне весело, мне хорошо. Мне без разницы, я проиграю, я себя выиграю. Это не делает меня ни хуже, ни лучше. Но это, получается, возможно, это вот все-таки ваш некий индийский след в вашей биографии, то есть ваша индийская составляющая. Все-таки немножко по-другому смотрите на нее. Нет, я просто, я не знаю, если это с Индией как-то связано или нет, но... Ну, там же по-другому все немножко просто. Безусловно, да, как-то все очень... Люди простые. Люди проще как-то все двигаются, больше улыбаются. Ага. А у нас все как-то? Да, какие-то угромы, да. Я как-то однажды зашел в метро, спросил человека, простите, скажите, а как доехать до этой станции? Что, что, что тебе надо? Как это, что, что случилось? То есть, он, конечно, другие слова употребляет, не будет это говорить тут, но он прям очень сильно расстроился, то, что я к нему обратился, еще с улыбкой на лице. Да, потому что что-то не так. Да, что-то не то. Нарушение некоего традиционного режима. Ну, понятно. Ну, сейчас мы продолжим наш разговор, уже первая часть нашего беседы завершена. И самое интересное то, что вот так вот необычно человек относится к спортивной своей составляющей. Это очень любопытно. Дождитесь продолжения. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях Йохан Ран, российский боксер, который, я думаю, если вы первую часть нашей беседы смотрели, вы теперь знаете, что он у нас представитель двух великих народов. Да? Можно же так сказать? Конечно. Вот. Либо российский индус, либо индийский россиянин. Можно, наверное, так выразить. Тем более, что все-таки 16 лет сказывались. Но вот такой вопрос, на мой взгляд, тоже очень важен. Вы говорили, что вас там обижали, ну, когда вы учились в школе. Ну, через это проходят многие мальчишки. Причем это даже не зависит. Это может быть худой, это может быть толстый, это может быть длинный. Какой угодно. Вот сейчас нас смотрят, например, ну, либо родители, либо вместе с родителями кто-то смотрит, кого тоже обижают, кто может даже не рассказывает об этом. Вот вам бокс или, скажем, вот это понимание, что я могу, как мы понимаем, когда хочу, с улыбкой, либо без улыбки, но занимаюсь делом спортивным, вам он дает теперь некую уверенность, что если, не дай бог, кто-то попытается, я сейчас не про спорт, да, то вы решите эту проблему, и у вас нет уже такого некого, ну, обычного человеческого страха. Ведь, к сожалению, те люди, которых обижают, некоторые так всю жизнь живут. Конечно. Я бы что хотел сказать в данной ситуации, что бокс, и не только мне, но и многим помогает в жизни, дает им уверенность, которую нет у большинства людей. А за счет чего? Ну, казалось бы, спортивная форма, и пошел, пропустил удар, ну или не пропустил. В боксе есть что-то звериное. Так. Вот что-то надо, какую-то грань надо переступить. Между человеком и зверем, да? Да. Надо какую-то грань переступить. Если ты не переступишь эту грань, ты не сможешь драться, боксировать, ты не сможешь ударить и покалечить второго человека напротив тебя, своего соперника. И вот эту грань надо уметь, ну, переступить. И когда бьют, думаешь, ну ладно, ударил и ударил. Ну, не так уж страшно, как казалось. И все-таки физическая нагрузка, ну, особенно как в боксе, она дает... Это очень тяжело. Это очень тяжело. И после всего этого ты думаешь, господи, ну, все это произошло, я через такой путь прошел. Такие тяжелые тренировки, ну, очень тяжелые тренировки. И это все сказывается на... Должен быть какой-то выход, финал всего этого, да? Да. И это все сказывается на обычную жизнь, и ты чувствуешь себя более уверенно, потому что большинство людей не прошли эти тяжелые тренировки, не прошли эти тяжелые бои. Остановились, бросились, вышли из игры. Да, вышли из игры, а ты идешь, продолжаешь дальше. И вы продолжаете дальше. Вот у вас вот эти три... Как вообще часто проходят соревнования, и какая задача? Я так понимаю, что вы относитесь к тому типу спортсменов. Ну, конечно же, наверное, вы, спортсмены, созданы для того, чтобы побеждать. Но путем пробы ошибок. То есть выиграл, получил медаль золотую или какой-то приз, хорошо. В следующий раз что-то не получил, не доработал, ладно. Что-нибудь там будем... Как вы относитесь к поражениям и к победам? Одинаково. Мне вот, ну я опять говорю, мне безразлично. Самое главное учиться от поражения, и не просто смотреть, ну поражение, поражение. Учиться надо от всего. И от победы надо что-то учить, и от поражения что-то надо учить. Потому что человек, если будет постоянно выигрывать, и он проиграет, то очень плохо скажется на его психологическое состояние. То есть он может уже не вернуться, а просто так? Абсолютно нет. У меня многие были друзья, знакомые, которые проигрывали. И говорили, ну все, хватит. Это уже того не стоит. А вот психологическая составляющая. Это самый главный фактор. Вот что, ну, например, если мы возьмем человека, который не любит бокс, и воспринимает его как довольно странный вид спорта, когда, ну, что называется, бьют по морде. Уж извините за такой текст. Мало того, если бьют по голове, то рано или поздно это может сказаться. И тому есть некоторые доказательства среди спортсменов, которые давно уже покинули спорт, и какие-то болезни, и так далее. Вот. А некоторые другие говорят, что бокс – это возможность сконцентрироваться, гибкость и так далее, и тому подобное. Вот что бы вы ответили тем людям, которые, ну, считают, что бокс – такой не очень хороший вид спорта? Я говорю, пробуйте, и тогда уже поймете, стоит ли я туда входить или нет. Мое мнение, что бокс – это шахматы. Да. Вот. Там надо голову включать. Потому что если ты голову не включишь, то, по факту, это получается драка. А вы, ну, да. Пьяная драка или драка. Ну, или просто так. Драка и бокс – это разные вещи, насколько тренеры обычно говорят. А вот если говорить о психологическом портрете соперника, вот вы выходите на ринг, да, вы уже предполагаете, что вот этого я точно не победю? Или победю? Нет, вот, ну, честно говоря, вот вы выходишь и наслаждаешься процессом. Ну, как-то легко все звучит, какая-то легкость такая. Нет, вот у меня она так. Вот я выхожу, вот, ну, многие мне говорят, я выхожу только ради победы. Ну, ну, смотрите, когда смотрим, особенно бокс, ну, такой вот профессиональный, где шоу, где рвут на себе тельня, где надо смотреть, значит, в глаза, чтобы прям искра шла. Ну, понимаем, конечно, что это элемент шоу, безусловно, но, тем не менее, возможно, некоторым это помогает быть более агрессивным, чем на самом деле. Нет, я вот настраиваюсь тоже на победу. Настаиваюсь, ну, у меня какая-то агрессия есть, но, ну, я выхожу наслаждаться, потому что все-таки мы живем, мы окончательно все уходим из этого мира. И самое главное – это эмоции, которые остаются. Ну, потому что вот, ну, это кубок, это дешевый кусок металла, и вот это, это просто стекло, ничего не стоящее. А самое главное – это эмоции, которые испытываешь. Это память, которая остается с вами. Это память. О тех событиях. Но эмоции – это самое главное. И вот, ну, выиграешь, проиграешь – самое главное. И ваши эмоции, я так понимаю, не только, ну, дают какое-то сообразное развлечение, изменение в вашей жизни, но и в какой-то степени она продлевает вашу жизнь, потому что хорошие эмоции нам дают. Безусловно, да. Плюс, в плюс идут. Да, и я абсолютно меня вот как-то это поддерживаю. Я чувствую себя более жизнерадостным. Ну вот, и возвращаясь опять же к теме, потому что, как вы понимаете, нечасто у нас представители, в том числе Индии, находятся здесь в студии, сказывается, вы чувствуете в себе вот ни в коем случае не борьбу, а некое такое доброе состязание вот этих двух направлений культуры, ну, так сказать, борща и специй. Чувствуете, что ведь есть такая теория, что если человек, ну, например, много-много намешано в его, скажем, там, истории, да, самых разных народов, что такие крепкие люди, которые как-то через огонь и воду пройдут. Иногда, может быть, вы включаете что-то из индийской культуры для себя, внешне, внутренне, а может и внешне. А иногда что-то включаете из российской культуры. Это работает? В повседневной жизни – да. Так. Вот. Много что. Ну, конечно, у меня грубейшая ошибка. Какая? Которая меня тут практически не прощает никто из-за этого. И она является то, что я постоянно опаздываю. Угу. И они… И вот в Индии у нас принято опаздывать. Почему? Да, вот мы договорились, вот, я говорю, привет, два часа пойдем кофе пить. Договорились. Ну, в два часа – это значит 2.45. Ага. И все нормально? Да. Да, все приходят, расслаблено, привет, там, ну, что, кофе заказал, заказал, все супер, круто. Пойдем в 8, пойдем. Ну, пойдем в 8, это значит, пойдем в 9 или в 9.30. Волк. Вот, это в переводе означает. А это означает, что так, просто такой чел-аут, что ли, расслабуха? Да, вот, да, да. И я, когда приехал, вот, я пошел с девушкой на свидание. Опоздал. Да, она говорит, привет, как тела? Ну, 8 часов метро Таганская, говорю, хорошо. Но я прихожу в 9. Она говорит, ты что, с ума сошел? Что ты так опаздываешь? Я говорю, ну, я… Нас так принято. Да, я сказал, что 8 буду. Она говорит, ну, это же, сейчас же 9, я говорю, ну, да, бывает, ничего страшного. Не, ну, вот, вот я везде, к сожалению, опаздываю, и это очень, такой большой минус. Это минус, это часть индийской культуры. Ага. А вообще индийская культура, я имею в виду не только культура, как культура, но вообще стиль жизни, кроме опозданий. Помогает вам? Как они сочетаются с вашими российскими? Он своеобразный. Индийская культура, она такая, она, как вы правильно сказали, она более расслабленная. Она как-то, ну, люди очень плавно двигаются, люди как-то очень… Мне кажется, это замечательное сочетание, потому что, если, конечно, представить себе вот того же человека в метро взять, которому чуть-чуть добавить расслабление, по-моему, будет идеальный вариант. Безусловно. То, чего нам не хватает. И, кстати, для бокса, если тоже говорить, без расслабления тоже никуда, ну, потому что должен же быть баланс. Значит, если хочешь стать боксером, надо быть индусом. Ну, в какой-то степени, чуть-чуть, чуть-чуть индусом. Йохан Рана у нас сегодня в гостях, напоминаю. Ну, и в завершении, возвращаясь к вообще спортивной истории, человек, который, видите, начинал с того, что его обижали, он даже не стеснялся признаваться. Кстати, некоторые люди это стесняются делать, за что вам большое спасибо, потому что многие проходят через это, через… Ну, и потом это плохие проблемы, может. На сегодняшний день, вот те ребята, которые сейчас, может быть, смотрят нас, вот что нужно сделать? Как-то какие-то спортом заниматься, бегать, прыгать, чтобы прийти к боксу? Или надо найти своего тренера, или хорошую школу найти? Надо заниматься, надо, да, найти тренера. А тренера много зависит вообще? Безусловно. Самое главное – это тренер. Если плохой тренер, то, конечно, плохая школа. Но я считаю, самое главное – это желание, и самое главное вообще по жизни, по жизни – это бокс-бокс, это маленькая жизнь. А самое главное в жизни – не сдаваться. Улыбаться, принимать все, потому что много тяжелого будет в жизни. Потому что если тяжелого не будет, то значит, вы не живете жизнью. А если вы хотите жить жизнью, значит, живите ее тяжело. Но если тяжелая жизнь, значит, надо принимать и идти дальше просто, и все. Прям такая индийская философия сейчас была. Но, если к индийской философии добавить российской самоуверенности, полезный плюс такой, то это замечательный тандем получается. Какие у вас дальше планы? Вот вы говорите, что вы занимаетесь как бы в свое удовольствие. Но ставите ли вы для каких-то спортивных целей исключительно, ну, хотя бы поучаствовать в чем-то? Не, безусловно, я хочу заниматься дальше профессионально. Я бы очень хотел заниматься боксом. Но, понимаете, если реально смотреть на жизнь, я что людям всегда говорю, то, что бокс – это не жизнь. Это выход к настоящей жизни. И должно быть что-то еще, кроме бокса. Понятно. Потому что быть просто боксером – это не очень хорошая вещь, честно говоря. То есть вы смотрите на бокс, как некие ворота в другое пространство, где вы уже заживете другую жизнь. Да. Ну что ж, будем тогда ждать этого выхода, новой жизни. И тогда придете к нам и расскажете уже более подробно. Это будет 100%. Спасибо большое. Напомню, что редкий случай, когда человек с улыбкой рассказывает о том, что он проиграл на главном поединке за чемпионский поезд на нашем проекте «Люберцы-400», когда отмечалась торжественная церемония, посвященная 400-летию городского округа «Люберцы». Напомню, что весь год мы отмечаем 400-летие, поговорили о спортивной карьере. Очень, на мой взгляд, интересная вообще судьба, потому что по-всякому в жизни бывает. Мы желаем вам творческих успехов как в боксе, так и в том будущем открытом космосе, который вы для себя откроете. Ну и, конечно же, нам было немножко интересно узнать о психологии. Знаете, когда человек 16 лет и русский язык-то уже позабыл, я не знал, наверное, до этого времени особо. Нет, конечно, нет. А теперь легко говорить на русском языке, и может с нами поделиться реалистичной индийской культурой, вообще жизни, общения и так далее. Спасибо большое. Спасибо большое. Это была программа «Открытый диалог». У нас в гостях был Йохан Рана, российский боксер. Ну а мы желаем вам всего доброго. Это была программа «Открытый диалог». До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!